Этой ночью на юго-западе Екатеринбурга в окрестностях цыганского посёлка из коммунально-подземного плена вырвался на свободу фонтан кипятка, как минимум двухэтажной высоты, то есть выше фонарных столбов. Как позже выяснилось, под землёй лопнула магистральная труба системы ГВС диаметром 700 мм, и на перекрёстке улиц Волгоградская Амутсина под бешеным напором воды разорвала проезжую часть. Куски асфальта и булыжники разлетелись по дороге. И просто чудо, что в тот момент ни одна из машин не попала в коммунальную парилку с горячим камнепадом. В том смысле, что проезжавшие мимо машины, конечно же, окатило, но камнями не побило. Аварийная бригада теплофикаторов оперативно крутанула нужные вентили, но за те минуты, пока фонтанировала, тёпленькая водица по проезжей части потекли в несезонно-летние ручейки, которые вскоре поглотили ливнёвки. На месте порыва в долине одинокого гейзера появилась огромная дырень в асфальте в аккурат между двойной сплошной и линией разметки, отделяющей обочину от проезжей части. Ремонтики ЕТК Екатеринбургской теплосетевой компании с двух сторон огородили дорожный провал, сузив проезжую часть ровно наполовину и оставив раскопки до утра. Ночные очевидцы, злоязычно комментируя коммунальное ЧП, утверждали, что после жаркого пыльного дня самое то было на халяву сполоснуть автомобиль в горячей водице. Разумеется, утверждение о том, что на юго-западе из-под разорванного асфальта фонтанировал кипяток скорее фигура речи, чем реальное положение дел. Обвариться в кипятке, попав под струю, было невозможно. Во время гидравлических испытаний высоким давлением в системе ГВС температура жидкости в трубах наверняка была невысокой, то есть лишь условно горячей. Именно вчера в полночь в Екатеринбурге стартовал обещанный теплофикаторами второй этап всегородских опрессовок, как и первый майский, без отключения горячей воды. Испытания труб повышенным давлением продолжатся до пятницы до 7 июня. Так что коммунальные сюрпризы с неожиданной помывкой авто совсем не исключены.